Понятно и говорить само за себя, но, вероятно, нужно сейчас активировать научное осмысление процесса сегодняшних дней. Не вторгаясь деталей, которые, вероятно, за столом будут акцентированы, сделаю утверждение, что слишком много родовых признаков вот этого социально-политического процесса, этой модели, этой программы, напоминают пункт дорог. Закон подобия заставляет видеть здесь большие угрозы. Ну и чтобы возникло доверие к тому, что за границами временных возможностей этого сообщения лежат, я покажу, как создается и зачем миф о постиндустриализме. Вот кривая промышленного производства в Соединенных Штатах и точка вброса в мировое научное и общественное пространство концепта постиндустриального общества. Никакого постиндустриализма в Штатах нет. Зато в Советском Союзе и России есть в виде гейн-эксперимизации. Я хочу поделиться с вами уникальным экспериментом, который выполнен в Центре. И он показывает, насколько эффективно применение информационного оружия для коррекции профессионального сознания в стране. Это сделано на экспертном российском сообществе, но ровно такие же профессионалы находятся в управленческой элите страны. Удивительно, но профессионализм работает очень устойчиво в спектре вопросов о природе и финансо-экономического кризиса. И консолидированность этого сообщества была на уровне 80%. За исключением пяти специфичных вопросов. Только пять вопросов раскалывали сообщество экспертов, в котором, повторяю, работала часть извилин на основе профессиональной компетентности, а часть извилин на основе нанесенного, навязанного информационным воздействием образа. Так вот, пять этих вопросов вы можете прочитать. Это именно те вопросы, которые вбрасывались в публичном информационном воздействии на всю живую силу страны, как пять принципиальных оснований для нанесения материального, финансового иного ущерба Российской Федерации. Как технически организовано применение противников информационного оружия? Понятно, что есть уже глобальные сети вещаний, как и технические носители распространяют эту информацию. Понятно, что генерируются специнформации, и можно увидеть удивительную разницу между фильмами, которые в Америке тиражируются, фильмами, которые импортируются в Российскую Федерацию. Понятно вот эта линейка и связь, понятно, что есть лидеры общественного мнения в стране, с самого высокого у них донизу, и понятно, что создана уже сеть в виде вертикали власти, не случайно построенной так, как она построена, и в виде единой партии, которая тиражирует эту информационную атаку. Если интегрировать, собрать вместе все обстоятельства, результативность информационного оружия, оружия, работающего по России, то для этого предлагается увидеть вновь тот самый коэффициент жизнеспособности страны, как вот такую своеобразную поверхность, которая зависит от множества факторов. А факторы мы перечисляем. Это органы страны, это функции, это воспитание, образование, пропаганда, ну и так далее. В зависимости от выбора значения этих факторов, управленческого выбора, мы попадаем через проекцию на ту или иную точку поверхности успешности и жизнеспособности страны. И очевидно, что государственное управление должно заключаться в выборе таких значений этих управленческих факторов, чтобы двигаться наверх к максимизации безопасности страны. Но мы видели и сейчас увидим, что находясь на сегодня здесь, мы движемся вот в эту сторону. И поскольку это действительно так, то вот обратите внимание на детальную развертку коэффициента жизнеспособности в настоящее время и на вот эту точку поворота, которая приходится на 2008 год. Год включения тандема и год переломов тех характеристик, о которых мы говорили, год включения концептов типа модернизации, детали, которые я не имею возможности пройдить. Анализ показывает, что с точки зрения контрдействия российского государства, органов, систем, функций, нормативно-правовых поддержек этих государственных инструментальных обстоятельств, мы имеем следующее. Вот эта картинка показывает соотношение числа зарубежных фильмов и фильмов отечественного производства, которые до 2010 года находятся вот в такой пропорции. Во Франции, напомню, иностранных фильмов разрешено по законодательным основаниям не более 15%. Итак, на уровне действующей Конституции, которая тоже является инструментом информационного воздействия по России. Абсолютизирована свобода слова, и мы увидим вот здесь, что это не случайно, без какой-либо ответственности за последствия. Ценсура огульно запрещена, несмотря на мое напоминание, что она имеет разную природу. Идеология государства, или национальная идея, точнее, мировоззренческая, ценностно мотивирующая поведение общества, его элит. Матрица запрещена, ее нет. Средства массовой информации. В ней работает ценностно-мотивационная подрывная парадигма, и это очень легко диагностируется, на этот счет есть очень убедительные феноменологические замеры. Органов по контролю и управлению содержанием массовоинформационного воздействия нет. Больше того, я опять привожу цитату, и вновь не пишу фамилию, потому что слишком уважаю эту должность и свою страну. Но, прочитайте эту цитату. Есть абсолютное убеждение в том, что регулировать, даже в случае, когда там сплошная безнравственность, когда всякие пакости пишут о руководстве страны, даже в этом случае регулировать это не нужно. Ну и, наконец, лучшее в мире телевидение. Я анонсирую социологию, которая покажет, что это абсолютно не так. Я надеюсь, вы прочитали два оставшихся пункта, и я экономим вред. Две темы, которые прилежат, очень важны, как предметы анализа в заявленном контексте. В том самом списке глобальных спецопераций применения инфекционного оружия тема терроризма, которая уже так довольно распространена, именуя как симулятор, вполне доказует. А именно, почему вдруг акцентирована эта тема в российской государственной политике, в ее структурных бюджетных затратах и так далее, даже в военном строительстве. Вот оценка для 2009 года, количество жертв от внешних причин для Российской Федерации. В мире пропорции примерно такие же. Итак, 60 тысяч смертей от врачебных ошибок, 32 тысячи суицидов, 26 тысяч гибнут на дорогах, и лишь десятки и сотни людей гибнут от терроризма. Степень актуальности для страны с точки зрения главного ее богатства совершенно очевидна. Откуда же возникает такая акцентурация? Она возникает вот так. Дело в том, что, опять, корневой смысл терроризма, терроризм, он, как понятие, существует в широком диапазоне. Это в виде диверсии применяется как естественный инструментарий ведения военных действий, это принадлежность партизанской войны, и это обычная уголовщина. И если мы понимаем, что глобальная информационная операция осуществляется, то там глобальные спецоперации прикрытия неизбежны. Одна из них – это тема терроризма. Мы понимаем, что есть перманентный и глобальный, на самом деле, конфликт мировой. На одной стороне, который Израиль-США, на другой стороне, целый цивилизационный блок, и до недавнего времени, целая Россия. Но мы должны понимать, что, наблюдая вот такие проявления, когда терроризм, на самом деле, раскручивается в СМИ. Если в СМИ молчали о терроризме, никакой бы угрозы значимой его не было. Но российские СМИ работают так, как работают. Проводятся войсковые учения по борьбе с терроризмом. Правовые понятия, которые вот эти два блока, разделяют с этим блоком, где действительно нужны усилия, потому что терроризм на уголовном уровне – это захват заложников или иные преступные действия с корыстными или политическими ценами. Соответственно, рекомендации, что нужно делать в этой ситуации? Нужно акцентировать терроризм в проявлениях в каждом блоке через нормативно-правовую детализацию и выстраивание государственных органов, функций действий, планов готовности и реагирования. Нужно вводить в правовый оборот понятие сепаратизма, мятежа, незаконных вооруженных формирований. И нужно, конечно, понимать, с чем мы имеем дело в смысле глобальной информационной спецоперации. Поэтому эти предложения выглядят как не более, но и не менее, чем решение обратной задачи. Два слова буквально о похожей истории с экстремизмом. Он у нас в основном активирован в последнее время в виде закона об экстремизме. И вновь мы реконструируем, имеем основания для реконструкции очень серьезного инструмента воздействия на российское общество. Дело в том, что есть теория, которая развита в этих стенах, политического спектра. Эта теория позволяет предсказать, отмонитарировать состояние, так называемой, социальной энергии народа или общества, которое может быть направлено в оранжевых революциях на одни цели или в иных обстоятельствах на цели созидательные. Поэтому ширина политического спектра, как мера, которую можно измерять, показывает, что в двух состояниях экстремальных это для страны недопустимо и кризисно опасно, а есть некая оптимальная доля, вернее, уровень этого спектра. В чем оптимальность? Если посмотреть на ширину политического спектра, это характеристика активности социума, которая манипулируется информационным воздействием. То в определенном диапазоне этой активности, на удивление, об этом говорят регрессионные сопоставления, белые маркеры развития, например, рождаемость, брачность, детность, производительность труда и так далее максимизируются, а черные маркеры развития, обратные, смертность, преступность, разводность и так далее минимизируются. В этой области общество и государство наиболее эффективны. Поэтому если я геополитический противник этого государства, что я должен сделать? Я должен вывести состояние российского общества из оптимального, либо сюда налево, и эта зона кризиса, условно я ее обозначил, страна дураков или кризис без мысли. Это примерно то состояние, так называемой дельта-функции в распределении политического спектра, до которого дошла поздняя КПСС. Либо сдвинуть направо, наоборот, разогревая общество, превращая страну, вводя страну в кризис безумств, это по типу оранжевых революций. Вот как это выглядит практически. В истории мы можем сопоставить синюю кривую с 1905 годом, помню, что было 17-м годом, 91-м годом, и вот выход за диапазон оптимальности на сегодня. Диапазон оптимальности вот здесь, российское общество сейчас катится вот сюда. Совершенно ясно, на что направлено замораживание политической активности общества, как выведение его состояния заптимальности.